Основанием для закрытия пропускного пункта, который расположился между Нарвой и Ивангородом, согласно официальной российской версии, послужило то, что данный пункт по своим техническим возможностям попросту уже не отвечает современным требованиям. Стоит ли за этим политическая составляющая, разумеется, не скажет никто, хотя и руководители Нарвы, и тамошние транспортники ситуации более чем озабочены. Но представители российской страны утверждают, что данный участок необходимо полностью реконструировать. Поскольку работы ожидаются весьма масштабные, движения грузового и легкового автотранспорта, а также автобусов через Нарвско-Ивангородский участок границы полностью остановят. Работать контрольно-пропускной пункт будет только для пешеходов. Однако, кажется, оснований для немедленного беспокойства в ближайшие месяцы нет. Во-первых, никакой официальной информации пока еще нет. Так что мы работаем в штатном режиме. По шоссерам волноваться не надо, поскольку мы знаем, что предварительно надо про это закрыть и дать официально как минимум 90 дней вперед. Так что то, что во время праздников сейчас, еще раз подтверждаю, что волноваться не надо. Машины, автобусы едут по графику. Так что если вы уже купили билеты на автобус, например, в Санкт-Петербург в ближайшее время, то сдавать или менять их не нужно. Ваша поездка состоится по графику. Стоит отметить, что и эстонская страна, и российская обсуждали возможности того, чтобы провести капитальный ремонт погранпункта, не закрывая автомобильное движение. Однако россияне утверждают, что с учетом масштаба планируемых работ это сделать невозможно. «Поскольку мы знаем, этот пункт открыт был временно. Просто это время очень-очень долго длился. И, конечно, там есть что сделать. И в этом смысле каждый объект какой-то момент нуждается в ремонте. Надо ли этого сделать так, что закрывать весь пограничный пункт – это уже другой вопрос». И вопрос этот пока что остается открытым. Ориентировочно начало ремонта запланировано на начало лета 2023 года. Всего работы займут около трех лет. В итоге здесь должен появиться современный пропускной пункт со всей необходимой инфраструктурой, которая поможет в дальнейшем избежать километровых пробок, а грузы и пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения. Все это звучит красиво, но срок в три года, конечно, кажется пугающим для приграничных городов. Вадим Малышкин, Андрис Лайго, Новости Таллина.